Часть игра до Чеберслады, фиганы! И перед тем, как начать наше оголтелое видео, хочу вам порекомендовать охуительного дизайнера. Вот, посмотрите, значит, пройдите на мой канал. Посмотрите, посмотрите обложечку, например, обложечку дизигн. Дизигн моего канала, если вам нравится. И если вы хотите себе такой, то заходите в описание, там все увидите. Фиганы, продолжаем отвечать на ваши ломовейшие вопросы. Если у вас возник вопрос, задавайте все ссылки в описании. Итак, вопрос звучит так. Привет, Хикан! Привет! Тян 20 левел. Есть кун, которому я испытываю чувства. Ему 18. Очень скрытный, о нем мало знаю. Но когда начинаем говорить, хочется остановить время. Я не знаю, взаимно ли это, не знаю, как к нему найти подход. А еще на него глаз положила другая теня 20 левела с кукольной внешностью. Как быть? Ну что, Александр, как всегда тебе пальмы первенства. Как быть? Главное с этим делом не тянуть, потому что она может проморгать, и вторая... Профукать. Профукать. И вторая бобенка лихо так фу к нему подскочит, и его в свои путы заберет и все. Тянет. Да, его вот отпутает, как кокон-паук, паучиха. Паук, например. Как паучиха. И вот все, и он уже перехлезет на задних лапках скакает. Так что ты этот момент сяки и быстрее действуй. Так, где нет? Там еще, что еще? Ну еще, подойди, да с ним поговори, а как там, типа, что в этом такого? Это тоже придумали какие-то рамки? Вот, типа, парень должен, он первым подойти, знакомиться, а мы, бабы, там, не должны первыми... Не срем. Подходить, да, мы срем цветочками и отрыгиваем этими-то ванильными радугами, да. Да подошла к нему, говоришь, так и так, вот ты вроде нормальный парень, вроде я нормальный. Как и дальнобойщика. Ты отличная баба, я хороший мужик. Дорогая баба, все, давай встречаться там, или как это сейчас называется, там, любить, или пошли там на стеновар. И все, на Белострелу там, встречались в кафе, или где там, на подъезде, на лавочке, всем их там поплюхали, или в кино сходим. И так, по мере общения ты узнаешь, нужен ли он тебе или нет. Ну и будешь, естественно, смотреть на его реакцию, как он к тебе относится. Ну, посредством только общения вы узнаете, подходите вы друг к другу или нет. А так можно сидеть, где-то там, сдалека, смотреть с оконца, вздыхать. Вот он, он пошел. А тут хор та баба, его уже захомутало, и они уже с ней под ручкой идут, а ты сидишь и дальше вздыхаешь, а потом еще и ноешь, и сопли в рожи вытираешь. Как ты прав, Александр. Так что, действуй. Дени, дени, дени. А кто его знает? Что у этих женщин вообще на уне? Ну и судя из вопроса, особенно мне, ну и не знаю, как-то вот отметилась вторая тянь 20-го левела кукольной внешности. Следовательно, у нее есть какие-то... Хотя у каждой бабы есть комплексы. Ну, я не знаю, есть ли у этого человека понимание, что она симпатична, либо привлекательна. В таком случае, да, можно последовать чашелево совету. Ну, то есть, попробовать с ним пообщаться, раскрыться, грубо говоря. С другой стороны, это нужно иметь силу духа. Ну, и то есть, нужно быть... Нужно уметь, если он тебе откажет, чтобы это не превратилось в какую-то душевную травму, блин. И потом, чтобы ты не говорил о всех хуе-мразе, спермобаке, давай почекай твою привилегию. Совершенно, ну, блин, ну ты бы закончил. И потом это превратится в какую-нибудь месть. Ну, да, ну, типа того. Вот, чтобы это не переросло ни во что. Вот этот шашеля совет, он очень коварный. Потому что, да, можно, в принципе, попробовать. Потому что, почему? Потому что тебе ничего не угрожает. Он тебе, я не знаю, финкой в почку не штырнет или заточеной вилкой. Штрекнет. Да, не фырнет. Ну, я правильно сказал. Я не знаю, что. Что еще? Бить не будет. Подясать на лице у тебя не станет. Ну, как... То есть... Ну, а что ты потеряешь? За спрос не бьют в нос. Две секунды времени, грубо говоря. Ну, ничего страшного. Вот, все, что твои потери. Но, с другой стороны, если это человек, ну, мягко говоря, своеобразный... Ну, блин, ну, каждый себя знает, нет? Правильно же, правильно. Вот тут уже нужно задуматься, чтобы вот этот вот... Ну, кто его знает? Судя по всему, она в себе не уверена. В своей внешности как минимум, правильно? Дисморфофобия. Да. Возможно, он больше там, я не знаю, его привлекают бабы, которые более активные, наглые там. Ну, такого плана. То есть, тоже зависит от него. Есть же тоже люди, которые делятся. Те, кто сам начинает отношения. Те, кто не будет делать никаких шагов, пока с ним не начнут строить отношения. Ну, так далее. Это все очень тонкий, интересный вопрос. Главное, чтобы не причинить себе вот такой вот вред. Хуэмрайзи, спермабаки, я вас всех жгла, твой рот жгла вообще, рот твоего брата жгла и всех остальных жгла. Гроб пахана ебала. Да, да, что-что? Гроб пахана ебала. Гроб пахана ебала на груди его дедушки, как бы, такого плана что-нибудь. Или на спине, правильно? Вот, чтобы не случилось подобного. Это самое важное. А что делать? У Чернышевского есть. Никогда не читайте полная хуйня, и все его идеи, это мания идеи. Ну, так вот. Денис, что я тебе могу сказать? Я кончил. Отлично, только не на лицо. Вот. И не в рот. Так вот. Ребята, что я могу сказать? Вы абсолютно правы, я абсолютно с вами согласен. Что можно давать? Немножечко можно еще говнеца-то размазать. Как-то все происходит. Время-то резиновое. Да-да. Вот она пишет. Знаешь, вот действительно считается вот эта неуверенность. Неуверенность. Ну, блин, может быть, да. А моя подруга, видишь, вот у нее кукольная внешность. А у меня дисмарфофон. У меня, блядь. Ну, может, я, знаешь, я немного страшная какая-то, на мой взгляд. Ну, может быть, я не такая. И время-то идет. Время идет. Пока идет там окучивание его по полной программе. Вторая ему уже там фоточки лайкает. Ему эти мемы ВКонтакте передает. Картинки смешные кидает. Песенки кидает ВКонтакте. И уже идет окучивание полным ходом. Окупация идет. И он видит, нихуя себе, мне баба пишет. А второй-то, он, ну вот, который нам пишет, да, он, может быть, и не догадывается, например. Ну, баба, баба, что, я там учился, неважно, в школе, не в школе, потом вот, в УЗике, например. Ну, и вот баба там подходит, ей просто скучно, там, попиздим, и все, она пошла. Я-то не догадываюсь. Может, я там ей нравился, или она мне нравится. Ну, вот, ну, никто же напрямую не говорит. Все почему так происходит? Блядь, опять же эти социальные конструкты. Вот как Александр заметил, да? То есть, кто-то сказал, что вот баба должна быть, ну, она такая должна быть вся скромная, вот, не от мира сих. Недоступная. Недоступная. Нет, ни в коем случае, ни в коем случае, ты первая не должна никому подходить. Это стыдно, а вот мальчик, он должен, он должен, он обязан. А он не в курсе, что он нравится, например, вообще, он даже, может, не знает о твоем существовании, например. Я говорю не в конкретном примере, а, ну, вот, просто гипотетически, да? Что тебе могу сказать? Пока, пока, блин, ты сидишь и пишешь мне, и, значит, ждешь ответа на вопрос. Вдруг мы не ответили бы, например. Все, я тебе говорю, там идет уже оккупация полным ходом, ты все проебаешь. Блядь, моя инструкция следующая. А, подожди, опять же, какая инструкция, надо же еще причину выяснить. А почему так происходит? Ну, опять же, понятно, социальные конструкции из детства били в голову, блядь. А второе, что самое, самое идиотское, это человеческий страх и стыд, блядь, страх и стыд. Вот, допустим, мы с Александром какие-нибудь мощнейшие пидорасы, да? И я, вот мне Александр так нравится, ну, просто шишки капает, прям текет, текет, не течет, опять же, а текет. Я думаю, это Александр, ну, он на заводе там работает, идет с завода, я прям смотрю, играю в карманный бильярд, ну, не знаю, слежу за ним. И Александр не догадывается, что моя шишечка так хочет проникнуть в него, туда, ворваться в его городок. Хочется вернуться и ворваться, например. Глубины-то немного подразумевать. Чтобы мой Юрий Стоянов проник. В его Олейникова? Банусы его Олейникова. Да-да-да. Я, в конце концов, признаюсь, беру, беру вот волю в колок, говорю, Александр, все, ты моя каханья, давай с тобой дружить органы, например. И если я Александру нравлюсь, да, он говорит, да-да, давай с тобой пехаться, а если нет, пошел нахуй пидорас. Вот. Вот какая может быть альтернатива. А человеку, ну понимаешь, он пишет мне сейчас, послушает, и думает, ну вот ты такой пиздобол, знаешь, вот так легко и просто. А пойти и сказать. Я же сейчас, что я посоветую. Ты просто подойди, подойди. Какой-нибудь чувак, как я говорю обычно там. Эй, чипер, 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 сладость, сюда она подошла, да, быстро, давай. Ну, типа там ничего, сиськи, ебло, нормально, все, пойдем с тобой тусанем, семок погрызем, да, поплюем, поплюем, например. Вот, в падике, например. Вот что я обычно советую. А тут, а какая тут еще альтернатива? Так же подошла, сказала, слышь, эй, этот, блядь. Мася, чегол, блядь, этот, галчонок, галчонок, вот так, галчонок. Слышь, сюда, блядь, подошел, давай там после школы, или не, уже 20 лет, там, после бурса, или, не знаю, после работы ты выходишь, и мыс, ты меня, точнее, ведешь туда-то, туда-то, блядь. Все. Все. Ну, все, блядь, просто, знаешь, это может обыграть как шутка, как не шутка, просто, блядь, подойди и скажи, блядь, скажи, сука, как же меня это бесит. Вот это трусость, трусость, блядь, подожди, сука, вы же ебанутые все, кругом вы самого главного не понимаете, блядь. Это мне, сука, повезло, потому что человек нашелся и объяснил, пока ты, блядь, дрочишь где-то на лысого из Бразерс, пока ты в дотку дрочишь, блядь, двумя руками, Пока ты, сука, с ума за этим ебаным компьютером сходишь, ты, блядь, долбоеб или долбоебка, суки ебанутые, вы теряете время, самое главное. Блядь, потом вам ничего не надо будет. А знаете, что вас ебанутые пидорасы ждет дальше? Знаешь, что их ждет? После, блядь, школок, после бузика, после всей этой хуйни, знаешь, что их ждет? В лучшем случае вас, долбоебы, ждет это пять дней, блядь, пять дней махания кайлом с восьми до пяти, если у вас, конечно, там соблюдается законодательство, Если, не знаю, вы где-то не ебашите, не ебашите там по двенадцать часов где-то там на сменах, на заводах, вот как у меня одна баба там знакомая работала, блядь, Или вот как Александр на заводах работал, там где, блядь, станки эти ебучие, еще на них, не знаю, Гитлер, наверное, работал, блядь, Это вместе там болванки, ёптую мать, хуем подавился, вытачивали, например, Командировщик полетел, да-да-да, полетел, подожди, подожди, и там зимой-летом одна и та же температура, там зимой холодно, еще от металла идет холодно, Так что у тебя яйца прям такие же, стальные, как и этот, блядь, станок ебучий, вот что вас ждет, вас ждет безвылазное, беспросветное, ёбанное дерьмо, Потому что вы, каждый из вас, и я в том числе, и он, и он, и моя бабуля, это всего лишь ёбаные батарейки, вот, которые там детишечки в Монако, в Хуяка, на Майами, и все, вот только они там, один какой-нибудь процент, их немножечко этих людей, Вот они могут кайфовать, каждый день ебать новую проститутку, но у них тоже есть одна маленькая-маленькая загвозочка, если каждый день это делать, сука, рано или поздно это надоест, А если, вот, ты, ты знаешь, ты пригласил какую-нибудь бабу, там, мы пошли куда-то, а тут еще проблема, 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 тут, может, денег нет, тут еще, тут она тебе мозги ебет, а нахуй оно мне надо? Оно мне нахуй не надо, я приду домой, ну, действительно, посмотрю сериальчик какой-нибудь, там, в датанчик поиграю, посмотрю хикона, может, там, не знаю, еще что-нибудь сделаю, оно мне нахуй не надо, уже все, уже все проходит, ты успокаиваешься, и все, и тебе уже ничего не хочет, Потому что ты устал, тебя выебали и выкинули, как ненужный презерватив, вот, наша жизнь, это презерватив, обслуживающий персонал, нас надевают нахуй, нас ебут до старости или до какого-то там периода, и потом гондон выкидывают. Вот что вас, долбоебы, ждет, блядь, вас ждет обыкновенная, вот, после вузика, после школы, неважно кого как, вы себе ярмо надеваете на шею, и потом до старости, блядь, до пенсии, вы туда его несете, несете, кайлом машете, и вы жизни не видите, и никто не видит, кроме вот этой кучки этой людей. И пока у вас есть этот, этот коротенький, коротенький промежуток времени, коротенький, там, школка, когда можно попиздельничать, ну, кто как, конечно, учился, вот, или в бурсе, в бурсе, ну, в вузике, где там вы учитесь, вы тоже там можете, ну, не знаю, забивать лично я, ну, ладно, не будем об этом. Так вот, если вы проебываете этот период, то дальше вы уже, вы уже ничего не сможете, потому что дальше будет только хуже, дальше будет только пиздец, и дальше вам это уже не надо будет, не надо, пока ты очкуешь, жизнь твоя проходит. Проводит тебе по губам хуя. Пока ты очкуешь, жизнь проводит тебе по губам хуя. Вот и все, можете, я не знаю, кто рэпчик сочиняет, все это мощнейшим образом. Статусы ВКонтактики. Статусы ВКонтактики, да, можете, из подписи, вот, Денчик, например. Вот любят, вот любите вы, да, все, вот, модненько, ну, пусть я немного про слоупочил, вот вам хикан, чем вам нишая лабав, а? Мотивационные ролики можем какие снимать, а, ребята? Подожди, Деня, Деня, дело что не в этом, я же говорю чистейшую правду, что... Совершенно верно, как? Ну, пойми, пойми, люди, знаешь, она думает, блядь, ну нет, ну я так стесняюсь, я стесняюсь, блядь, ее подруга подошла, все нормально, может, он ее там завтра, не знаю, бросит, а может, он, не знаю, у них будет какая-то мощнейшая семья, там, 10 детей, а может быть, это ты, это твоя судьба была, может быть, почему не ты, блядь, почему кто-то другой? Пока ты очкуешь, блядь, жизнь тебе на самом деле проводит хуйем по губам, хуйем по губам, все, ты зашкварена, ты, блядь, в обиженке, все, ну, все, время уходит и дальше, ты идешь только на работу, даже будет... Однажды, однажды на работе между вот этими вот, блядь, мыслями, которые роятся у тебя в голове, сука, я все ненавижу, ненавижу своих ебаных коллег, я ненавижу эту пидорскую работу, и такая вот мысль у тебя просто, блядь, как же было охуенно, когда я учился в университете, и когда я, блядь, не подошла к этому типу, блядь, и не сказала ничего, и вот этот момент, фрагмент времени-то уделен, а сейчас, блядь, мне надо делать ебаный отчет! Или что там, блядь, кайло заточить, блядь, ну, хуёво рубит! И она это будет вспоминать не только между отчетами и затачиванием кайло. Это будет постоянно. Она, она будет это вспоминать, знаешь, когда? Подумайте, ребят. Вот рыбать по душе. Перед сном. Вот, знаешь, когда... Я на работе всегда, я не знаю, каким перед сном, я всегда стоял на работе, когда у меня выдавался момент, блядь, когда у меня жопа немного отмыла, просыхала. Я стоял, блядь, и думал, ебутся коты с динозаврами, лучше бы я сейчас дома что-нибудь делал, но это было дома. Как же было охуенно, когда я учился в техникуме, учился в школке, как же это было охуенно! Это был каждый рабочий мой день, эти мысли меня посещали, все время и постоянно. И всегда я думал о том, что, блядь, как же было охуенно! Вот выпадет у меня единственное выходное, я поеду куда-нибудь за город, посижу у озера просто! А что я делал на свои выходные? Лежебокингом занимался! Да, лежебокинг! Ты говорил, а не, а нет! Совершенно верно! Так вот, ребята, все, хватит говно возить! Что я тебе могу сказать? Если ты проебешь сейчас момент, если уже, конечно, не поздно, то ты уже, ну, нет, конечно, ты можешь его наверстать там с кем-то другим, но если твоя судьба, знаешь, там, мой единственный, неповторимый, то все, ну, момент уже проебан. Если ты сейчас не будешь действовать, если ты, в принципе, в своей жизни не будешь действовать, тебе просто пиздец! Потому что, кто бы там ни говорили тебе, вот, равенство толерантно, извини, Александр, равенство толерантно, ку-ку-ку, так-так-так-так-так, это пиздеж! Жизнь – это борьба, и выживает сильнейший! А сильнейший – это значит, либо тот, кто хорошо приспозабливается, либо тот, кто сильный или умный! Вот, выбирай тебе альтернативу, сколько угодно! Так что, ребят, не вижу смысла дальше говно вбрасывать на вентилятор! Ни в коей мере не означает, что ты должен этот промежуток времени ебашить себе герычем по всем венам вообще! И упиваться, я не знаю, кислотой и стекломоем, это нет, нужно просто посмотреть жизнь, то есть, не обязательно, там, вот, этим заниматься! Нет, а кто же говорит, тут же мы говорим о светлом! Я просто акцентирую, у нас много людей смотрит, мало ли, о, хикан прав, мне сейчас 20 лет, мой организм регенерирует, как у росомахи, блядь, у людей! Ну, люди там знают, что я зош на крестах! Пойду мазута сейчас себе въем! Нет, нет, ребят, ни в коем случае не надо там упарываться, ни в коем случае! Мы говорим сейчас о святом! Может быть, это то самое таинство, которое совершается на небесах, может, это судьба! А потом ты, что ты скажешь Богу, если он, конечно, есть! Вот как в том анекдоте, да, Боже, я всю жизнь прожил в нищете! Вот, что ж ты мне не помог, я так с тебя верил, молился тебе! А Бог ему говорит, ну, сколько раз я тебе на разных сайтах посылал, вот, даже дебил зарабатывает 500 долларов в месяц, да, или вы выиграли миллион, пройдите по ссылке! Вот Бог тебе скажет, хоть бы раз прошел по ссылке! Или вот, может быть, я тебе, как бы, ну, кто-то свыше говорит через меня, именно тебе, ты, блядь, подойди просто к нему и скажи, пройди по той самой ссылке, даже дебил зарабатывает 500 долларов! Подойди и скажи, если у тебя нахуй пошлет, ну и что? И что? Ну, я не знаю, люди, блядь, такими нежными стали, я ебу! Короче, ребят, если вы действительно очкуете, то, блядь, я не знаю, нахуй так жить! Зачем? Вот и все, не вижу даже! Закройте с подвали! В кротиной норе! Вот на этой мажорной... Блядь, клетку его закройте и пусть сидит! И пусть сидит, да! Как Александр однажды моей бабушке сказал именно так! Ребята, ставьте классы, будьте мужественны, подходите к своим бабам! К чипигам каким-нибудь! К мужикам моднейшим подходите, если вы женщины! Ставьте лучший класс и подписывайтесь на мой канал! Донайте нас бабуле на вещь-пакеты! Заказывайте рекламу сигны! С лайками на Бабульсладу! До встречи! Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok